Поскользнулся, упал, провалился под лёд. Спасатели уже бегут на помощь. Операция лёд началась. Пострадавшего доставляют на берег к пункту обогрева и оказывают первую помощь. В совместных учениях на льду работали пожарные, сотрудники МЧС, Центра гражданской защиты и представители Всероссийского общества спасения на водах по Ярославской области. Их слаженная работа стала наглядным пособием как для взрослых, так и для детей, которые с замиранием сердца ждали вызволения утопающих и с восхищением смотрели на их спасителей. Для меня это очень серьёзные люди. Именно сильны они душой. То есть, прыгнуть за человеком в воду, не каждый решится, наверное. Свою скорость демонстрировала и техника. Если снегоходами удивить сложно, то вот быстроходная аэролодка «Пиранья-2» приковывала внимание каждого. А кроме штатных средств спасения, конца Александрова и Бублика было и ноу-хау. Семиметровая анаконда. Благодаря такой длине надувной инструмент можно безопасно подавать под лёд, не приближаясь к полынье. Сегодня даже вид техники был совершенно разный. Патрулирование идёт, акватория очень большая. Патрулируется как на больших водных объектах, так и на малых. То есть, в том числе и пешим порядком. Эффективность как раз появляется в том, что их нужно использовать комплексно. Специалисты нам это всё продемонстрировали. Очень красиво, наглядно и поучительно. Впрочем, красота в их работе возможна лишь во время учений. В реальных же условиях главное время. Сегодня до начала учебной тренировки вот этой был реальный случай. Мужчина вышел на лёд напротив ЦНТИ и провалился под лёд. Было сообщение в ЕДДС. Значит, наше спасательное подразделение выехало. В течение 7 минут они были уже на месте. И спасли человека. Он убежал из больницы, поэтому не очень адекватно себя вёл. До прибытия скорой медицинской помощи была оказана первая помощь спасателям непосредственно. Всего за прошедший год в Ярославле благодаря быстрой реакции спасателей удалось сохранить 34 жизни. Это как на воде, так и на суше. Самое главное сейчас, чтобы вы понимали, ещё лёд не окреп, ещё выход на лёд запрещен. Любая шалость, она, к сожалению, может закончиться печально. Головной болью спасателей по-прежнему являются рыбаки. Несмотря на погодные качели и неокрепший лёд, они продолжают выходить на реку и закидывать удочки. Полина Кудряшова, Сергей Ватин. День в событиях.